Девушки отдыхают Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем изучать уроки по храмоведению. Тема сегодняшнего урока у нас «Кто такие ангелы? Каковы их функции и свойства?» Итак, кто же такие ангелы? Ангелы есть бестелесный дух. Свойства, функции ангела, это, конечно же, особенно ангела-хранителя, это защищать человека, помогать ему жить по заповедям Божьим и вести его в Царство Небесное. Мы же знаем, что у каждого из тех, кто крещен, есть свой ангел-хранитель. По своему служению все ангелы разделяются на миги и чины. Назовите, сколько ангельских мигов и чинов вы знаете. Мигов у нас три, которые, в свою очередь, делятся на девять ангельских чинов. Какие ангелы, чины принадлежат к первому лику? Итак, к первому лику у нас принадлежат Серафимы, Херувимы и Престолы. Какие ангелы принадлежат ко второму лику? Чины ангельские – это власти, господства и силы. Какие ангелы и начины принадлежат к третьему лику? Это начало, архангелы и ангелы. Кто поставлен Богом военно-начальником над всеми ангелами? Как мы с вами, ребята, помним, военно-начальником над ангелами поставлен архангел Михаил. Как имена архангелов? Назовите хотя бы два или три. Ребята, имена архангелов мы с вами можем видеть на следующем материале. Я уверена, что вы все знаете эти имена. Это архангел Михаил, архангел Гавриил, архангел Варахиил, архангел Рафаил, архангел Селофиил, архангел Иерудеил и архангел Гриил. Архангел Иеремию. Почему часть ангелов пала? Ребята, мы помним, что был один ангел, Деница, который возгордился и был сброшен на землю. И вот с ним ушла часть ангелов, которые тоже разделились и ушли от Бога. Следующий вопрос. В борьбе с человеком могут ли падшие ангелы воздействовать на человека? Как человеку противостоять этим силам? Конечно, ребята, человек может и должен противостоять падшим ангелам, которые всячески пытаются увести человека с пути в Царство Небесное. Для этого у нас есть крестное знамение, молитва, церковное таинство и служба в храме, митургия. А теперь, ребята, давайте поблагодарим Бога и Пресвятую Богородицу за прошедший урок. Мои Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть, якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрение Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok